Югорский орган Югорский орган Югорский орган Югорский орган конец февраля. Сложность строения инструмента требует особого мастерства органиста. В ход идут не только руки, но и ноги. Нужно одновременно следить и за нотами, и за клавишами, и за педалями. Это не только интеллектуально, но и физическая нагрузка. Чтобы быть органистом, надо быть достаточно физически выносливым, потому что органист, как правило, тратит очень много калорий. Органист это достаточно ответственно и очень нервно, так скажем, потому что когда ты один на сцене, играешь на таком инструменте, у тебя должно быть много энергии, у тебя должно быть много азарта, артистизма, чтобы заполнить вот этим звучанием, своим энергием, эмоцием весь зал. Удивительные звуки зависят не только от органиста, но и от настройщика. Это единственный инструмент, внутрь которого можно зайти. Он имеет три яруса. На первом находится мотор, который качает воздух и сама клавиатура. А на остальных все голоса и трубы. В основном перед настройками и вообще в процессе эксплуатации такая настройка происходит только четырех голосов. Они у нас язычковые, как у язычковых духовых инструментов кларнец, саксофон, то есть трость. Вместо трости здесь выступает тонкая латунная пластинка, которая от воздуха начинает колебаться и происходит звук. Грандиозное звучание, сложное и совершенное строение, огромные размеры. Все это истинный король музыкальных инструментов. К 15-летию органа Югроклассик устраивает концерт до конца года, чтобы подарить удивительные произведения гостям и жителям Ханты-Мансийска.